Лиза – персональный компьютер, созданный компанией Apple в начале 1980-х. Лиза в начале 1980-х была во многих отношениях более передовой системой, нежели Macintosh. Так, например, в ней были реализованы защищенная память, кооперативная многозадачность, в целом более сложная файловая система, встроенный хранитель экрана, передовой калькулятор с бумажной лентой и обратной бесскобочной польской записью, поддержка до 2 МБА и краткая ТУЗУ, цифровая вспомогательная клавиатура, система защиты от нарушения данных, нефизические файловые имена и более высокое разрешение дисплея. На Macintosh'ах все вышеперечисленное реализовано много лет спустя. Защищенный режим памяти, например, появился лишь в Mac OS X. Macintosh, однако, оснащался более быстрым процессором Motorola 68К с тактовой частотой 7,89 МГц и имел встроенную звуковую подсистему. Операционная система Лиза и программы для нее сильно нагружали процессор Motorola 68К с тактовой частотой 5 МГц. Что особенно чувствовалось при прокрутке объемных документов, компьютер был назван в честь дочери Стива Джобса, который он сначала не признавал, позднее был придуман бессмысленный бэкроним. Англ Локал Интеград Эд Систем Сорчаччер Локально интегрированная структура систем История Проект стартовал в 1978 году и постепенно разросся до очень амбициозной задачи. Создать мощный компьютер с инновационным графическим интерфейсом, пригодный для бизнес-задач. В 1982 от проекта откололся Стив Джобс, непосредственно после этого возглавивший рабочую группу из сотрудников для работы над другим проектом «Макинтош», главным идеологом которого первоначально был Джефф Раскин. Вопреки распространенному мнению, маки, которые получились в результате, не были дальнейшим развитием компьютеров Лиза. Хотя и имели некоторое сходство, Лиза была представлена публике в январе 1983 года, Лиза-1. Первая модель стоила 9995 долларов США и имела следующую комплектацию. Процессор Motorola 68000 без впию. 16-битная шина адреса 16-битная шина данных с тремя проприетарными слотами расширения УЗУ-512 или 1024 КБА и краткая Т, ПЗУ-16 КБА и краткая Т тестового и стартового кода ЧБ. Встроенный монитор 12, 720 на 364 прямоугольных пикселей, 2 РС-232 порта и CVSD-аудиовыход, 2 флаппи дисковода по 5,25, внешний HDD на 5 МБ. Мышь и клавиатура, графический интерфейс пользователя, потребляемая мощность 150 Вт, габариты системного блока 15, 2, высота x18, 7, ширина x13, 8, глубина, вес 48 фунтов. Операционная система Лисаос Маккоркс Лиза-2 Компьютеры Лиза-2 появившиеся в январе 1984 года стоили от 3495 до 5495 долларов, что значительно дешевле оригинальной модели. Накопители на гибких дисках Туики были заменены на 1,3,5 дисковод Sony Microflop при объемом в 400 КБА и краткая Т. Было возможно приобрести компьютер САЗУ-512 КБА и краткая Т или 2 МБА и краткая Т. Внешний и встроенный накопитель Уиджет были доступны как стандартные решения в других конфигурациях. В 1984 году в то же самое время был официально представлен Macintosh. Apple предложила свободный апгрейд до уровня Лиза-2 для всех владельцев Лиза-1 путем замены двух дисководов Туики на 1,3,5 дисковод, установки винчестера объемом 10 МБА и краткая Т и обновление ПЗУ. Кроме того, для размещения нового дисковода устанавливалась лицевая панель Лиза-2 взамен штатной. Сторонними фирмами были выпущены платы расширения, но их число было очень мало. Особенности операционная система поддерживала многозадачность и файл подкачки, по тем временам значительное достижение для микро-ВИМ. При этом использование файла подкачки приводило к сильному замедлению работы. С компьютером поставлялось 7 программ. Лиса-райт, Лиса-калк, Лисейдра, Лиса-граф, Лиса-проджект, Лиса-лист и Лиса-терминал. Считалось, что они способны выполнить любую задачу, которая может понадобиться рядовому пользователю. Программирование для Лиса было крайне затруднено. Требовался второй такой же компьютер и дорогая среда разработки. Такой подход подорвал доверие сторонних разработчиков ПА. В большинстве случаев программы, кроме тех, которые Apple посчитала достаточными, так и не были реализованы для этого компьютера. Компьютер плохо продавался, бизнес-пользователям не нравилась высокая цена и вместо него чаще всего закупали компьютеры IBM PC, XT, уже достаточно популярные в то время. Самым крупным заказчиком на поставку Лиса стало американское космическое агентство NSA. В свою очередь, когда выпуск Лиса прекратился, агентству пришлось заменить весь парк персональных компьютеров. При своей передовой осеудобном графическом интерфейсе Лиса работала довольно медленно, а развитие линейки Macintosh, которая также обладала графическим интерфейсом, но стоила дешевле и усугубляла ее положение, создавая внутреннюю конкуренцию. Создатели Лиса слишком много надежд возлагали на программную эмуляцию устройств, что сильно замедляло работу системы в целом. Было выпущено всего две модели, после чего в 1986 году развитие линии Лиза было прекращено историческое значение. Хотя в целом серия Лиза считается коммерчески неуспешной, она сыграла важную роль в процессе массовой компьютеризации. При всех своих ограничениях то, для чего она была предназначена, Лиза делала хорошо. Был период, когда во многих американских офисах работал хотя бы один такой компьютер, на котором сотрудники могли попеременно готовить документы, выглядящие очень достойно, гораздо лучше, чем получались на конкурирующих ПВМ. Тем самым была подготовлена почва для внедрения Mac-ов, гораздо более коммерчески успешной серии. Сотрудники оценили удобство графического интерфейса, простоту управления мышью, качество исполнения документов. Первый серьезный опыт локализации. Вскоре после выхода на американский рынок Apple подготовила локализованные версии. Полный перевод интерфейса, справочного руководства, сообщений программ BIOS, прикладных программ и клавиатурные раскладки. Локализация на британском варианте английского, французском, немецком, итальянском и испанском языках, вскоре на скандинавских, были выполнены с помощью сотрудников представительств Apple в разных странах. Такая серьезная работа сказалась на результатах продаж. За время существования модели в Европе было продано не меньше компьютеров, чем в США. Тем самым Apple задала высокий стандарт качества для будущих локализаций программного обеспечения вообще, а также в международной координации проектов. Видео, аэлла и асэйфилмед демонстришн фром, 1984, видео о загрузке Лиза-2 десятых и работе с документами, видео демонстрация работы с Лисейдра.